Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами, ни много ни мало, а выучим все основные арпеджио на бас-гитаре. То есть, тем самым, вы к концу этого видео сможете обыгрывать больше 90%, понимать больше 90% всех аккордов. Подыгрывать любым песням, даже самой сложной гармонии, даже джаз и многие другие стили. В общем, мы разберем все прям основные арпеджио. Давайте разбираться, значит, вообще, что такое арпеджио, и что такое аккорд, что такое арпеджио, зачем это надо. Конечно, тема аккордов, это не бас-гитарная тема, это действительно так, это справедливо. В плане построения аккордов, конечно же, это клавиши, на которых все видно сразу, как с высоты птичьего полета, вы уже видите все, как строятся эти интервалы. Конечно, на клавишах вся мощь аккордов может быть развита. Даже гитара, даже гитара, она в плане аккордов довольно ограничена. Поэтому, бас-гитаристы тоже мы, так сказать, подумали, чем мы можем компенсировать, и нам пришло на помощь арпеджио аккордов. Арпеджио, понимаете, это очень мощный инструмент в руках бас-гитариста, один из самых главных. Ими арпеджио пользовались, начиная от Маккартни, который при помощи арпеджио трезвуча простых аккордов смог делать супер мелодичные линии, играть вместе с вокалом, это все обыгрывать красиво, и запоминающиеся ноты добавлять при помощи арпеджио, заканчивая пасториусом, который вообще арпеджио возвысил на уровень технический, который до этого никто не играл так арпеджио, как он. В общем, это мощный инструмент. Давайте же разберемся, что такое арпеджио, что такое аккорд. В привычном понимании слова аккорд, когда мы берем какие-то звуки, три или больше звука одновременно, например, вот аккорд G, вот я могу взять вот так вот его, одновременно все звуки, а могу взять арпеджио, например, вот так. То есть я взял звуки аккорда, последовательно, одновременно и последовательно, и это и есть арпеджио. И в этом и есть мощь бас-гитары. Мы можем делать с этим, что хотим, и когда хотим. Арпеджио в наших руках басистов, это очень круто. Вот. То есть арпеджио, когда мы берем ноты аккорда последовательно, а не одновременно, разобрались. А начну я сегодня, пожалуй, с самого главного аккорда, можно так сказать, с родоначальника всех остальных аккордов, это мажорный. Будем играть от ноты соль до ноты соль сюда, в две октавы смотреть арпеджио, как они выглядят, как их играть, как они звучат, очень важно, но об этом чуть позже. Значит, мы посмотрим арпеджио большого мажорного септаккорда. Соответственно, арпеджио септаккорда, у нас здесь четыре основные ноты. Первая, третья, пятая и седьмая ступени. Значит, давайте смотреть, как это выглядит. Вот такой вот аккорд. Запоминаем его звучание. Мы сыграли первая, третья, пятая, седьмая. Первая, третья, пятая, седьмая, первая. И также здесь я поднялся, теперь, точнее, опустился вниз. И пришел в соль. Арпеджио большого мажорного септаккорда. Второе по списку у нас сегодня арпеджио, это арпеджио малого мажорного септаккорда. Теперь на этот раз малый мажорный. Почему малый называется? Потому что здесь отличается всего одна нота, это септима, и она здесь на полтона ниже, поэтому она называется малая. Если у нас было, соответственно, вот это септим, мы ее переносим на полтон ниже, получается вот это, И получается вот такой вот арпеджи Вот таким вот образом Внимательно послушайте в чем разница Я сейчас сыграю большой мажорный И малый Малый мажорный септаккорд звучит более напряженно Он обычно строится на пятой ступени Мажорные тональности Это является доминант септаккордом Он звучит напряженно и требует разрешения Обычно в первую ступень Но им можно обыгрывать большое количество Доминант септаккордов Это например G7, G9 и тому подобное В общем тоже довольно популярный аккорд Третье арпеджио тоже очень популярное Супер используемое Это малый минорный на этот раз септаккорд Малый опять же Вот это слово малый Если вы не можете запомнить Это относится к септиме Здесь малая септима Она будет такая же как у предыдущего Малого мажорного септаккорда Она будет малая септима Соответственно Но терция будет отличаться Потому что это минорный аккорд Смотрите как он звучит Вот такое арпеджио малого минорного септаккорда Этим арпеджио можно обыграть почти все минорные аккорды Которые существуют Разве что несколько О них я скажу позже Но большинство аккордов минорных в рок и поп музыке Вы сможете обыграть вот этим арпеджио И будет хорошо звучать А дальше наша история становится все интереснее и интереснее Это значит что мы подходим к полууменьшенному септаккорду Почему он называется полууменьшенный? Потому что у него уменьшается пятая ступень Бемоль 5 Например GM бемоль 5 Если вы встречали такие аккорды Это значит полууменьшенный Почему он называется полууменьшенный? Потому что есть еще и уменьшенный А у уменьшенного аккорда понижается и пятая И седьмая минорная также понижается Получается 7 дубль бемоль Но мы об этом чуть позже поговорим Сейчас у нас полууменьшенный Давайте посмотрим Как у нас звучит полууменьшенное Арпеджио полууменьшенного септаккорда Еще раз Вот таким вот образом У нас здесь вот она Первая, третья, пятая, седьмая Первая, третья, пятая, седьмая Получается похож на малый минорный септаккорд Но с пониженной пятой ступенью Очень часто используем аккорд Например, в построении шагающего баса Постоянно вот эта пятая Надо ее в голове держать Потому что таких аккордов довольно много А дальше у нас на очереди Естественно уменьшенный септаккорд Самый таинственный, самый мрачный Самый депрессивный и диссонирующий Наверное из всех Которые сегодня будут и были Так же как и полууменьшенный Уменьшенный аккорд может часто являться вводным Он может служить для соединения Каких-то близких тональностей То есть мы можем переходить в другие тональности При помощи него И даже соединять какие-то аккорды Близкие между собой При помощи вот этих вводных аккордов Значит полууменьшенный Мы уже разобрались Уменьшенный септаккорд отличается тем Что здесь пониженная пятая И пониженная седьмая Еще раз, то есть 7 дубль бемоль То есть у нас есть малая семерка Мы ее еще на полтон уменьшаем Смотрите, как это будет звучать Вот таким вот образом Соответственно у нас получается аккорд Уменьшенный, который строится По малым терциям Здесь только одни малые терции Поэтому он довольно напряженный Из-за вот этих малых постоянных терций То есть минор, минор, минор Он прям пронизывает этот аккорд Понимаете Значит Только малые терции Вот таким вот образом Соответственно что мы здесь играем Первая, третья, бемоль пятая И еще и бемоль, бемоль семь Два раза мы бемолем То есть уменьшаем седьмую ступень Вот такое вот уменьшенное Арпеджи уменьшенного септаккорда А дальше у нас на очереди Увеличенный септаккорд Арпеджи увеличенного септаккорда Увеличенный септаккорд Септаккорд с повышенной пятой ступенью И он строится по большим терциям В отличие от уменьшенного септаккорда Здесь легко запомнить Уменьшенный септаккорд – это малые терцы, увеличенный септаккорд – большие терцы Уменьшенный септаккорд – малые терцы, увеличенные – большие Легко запомнить Давайте посмотрим, значит, как он строится Первая, третья, увеличенная, пятая То есть здесь такая прям растяжечка нужна, мощная И так вот звучит аккорд Вот таким вот образом Мы сейчас только что сыграли арпеджио увеличенного септаккорда Он встречается довольно редко, не так часто И здесь, обратите внимание, нет седьмой ступени вообще То есть первая, третья, пятая, увеличенная И сразу первая опять на октаву выше Почему так происходит? Потому что если мы будем строить по большим терцам Мы просто не попадем в седьмую ступень Никак, мы ее минуем То есть это септаккорд по большим терцам Что же с этим делать? Как вообще работать с арпеджио? Как их использовать? Давайте сейчас об этом поговорим Во-первых, я рекомендую играть их от одной ноты Тренироваться и слышать, запоминать их характерные черты Например, смотрите, я могу сыграть большой мажорный септаккор И могу сразу же малый мажорный Я внимательно слушаю, запоминаю, в чем разница А она есть Или тут же я могу построить малый минорный септаккор Большой мажорный Малый мажорный Малый минорный Полуменьшенный И опять, например, большой мажорный То есть вот так вот тренироваться от одной ноты Вы очень быстро запомните звучание этих септаккордов Соответственно, в музыке вы можете уже слышать Где ноты какого аккорда используются на басу Мажорного, минорного, уменьшенного и так далее Потому что у каждого арпеджио есть своя краска Понимаете, своя характерная художественная вот эта вот изюминка Которая выделяет этот аккорд Какие-то звучат более напряженно, какие-то менее напряженно И так далее Какие-то более веселые, какие-то более мрачные И тому подобное и так далее В общем, со временем вы научите слышать Если будете тренировать, играть эти арпеджио Со временем вы их будете уже отличать в музыке Понимать быстро аккорды Снимать быстро на слух, например Потому что все, музыка там больше 90% Это у нас на арпеджио основано Поэтому вы сразу научитесь быстро определять В какой тональности мы играем Какой аккорд, какие ноты Где посмотреть, как подобрать То есть гораздо быстрее начнете подбирать на слух И слышите эти аккорды уже, соответственно, в музыке Как мы можем использовать эти знания, вот эти выученные арпеджио В реальной практике, в реальной музыке Я могу вам предложить такое практическое занятие Мы возьмем известный джазовый стандарт Известную джазовую пьесу Это Beautiful Love Это, в общем, джазовый канон Она проходится во многих учебных заведениях И многие, не только джазовые музыканты, ее знают И мы попробуем взять гармонию, сетку гармоническую С этого произведения И обыграть эту сетку при помощи только арпеджио Попробуем соединить эти аккорды при помощи одного арпеджио Это очень полезная практика Очень полезное занятие И довольно музыкально при этом еще и звучит как музыка Давайте посмотрим, что из этого получится Раз, два, три, четыре Вот таким вот образом я сыграл Тему этого произведения при помощи арпеджио И я рекомендую вам попрактиковаться Взять какие-то стандарты, любые гармонические сетки Не обязательно даже джазовый стандарт Взять какую-то песню простую, например, из четырех аккордов Или даже из двух, из трех аккордов Какую-то рок-песню или поп-песню И попробовать соединить эти аккорды при помощи вот этих арпеджио, которые мы сегодня выучили Это будет очень классная практика для басиста Это очень важные навыки Не только для басиста, и для гитариста, и для клавишника Знания арпеджио очень важны Подведем итог к этому видео Вы сегодня ни много ни мало Научились обыгрывать более 90% всех существующих аккордов при помощи арпеджио Что является для басиста сверхважным скиллом Еще раз повторюсь Вообще аккорды это не басовая тема Традиционные аккорды, когда мы берем все ноты одновременно Мы можем взять на бас-гитаре 3 ноты И все, 4 уже будет мутно звучать, аккорд не звучит Поэтому 3 ноты максимум мы можем взять И, соответственно, это будет аккорд на басу Это, конечно, недостаточно Это ограничивает бас-гитариста Еще раз повторюсь Аккорды это больше про клавишников и так далее Но мы басисты Поэтому у нас есть арпеджио Понимаете, арпеджио в руках басисты Это главный его инструмент Можно сказать, самый мощный инструмент выразительности По традиции обязательно заходите на Boost На Boost будет полное нотное приложение к этому видео Там еще будет также аккорд с задержанием Я расписал туда И арпеджио трезвучий тоже там будет О них я не говорил в видео Но в приложении нотном это еще дополнительно будет И эти аккорды Это уже 100% практически аккордов В общем, традиционно я все оформляю фирменно У меня сделано так, что табы, ноты Плюс схема будет каждому арпеджио И список аккордов, таблица аккордов Которые можно обыграть с помощью этого арпеджио То есть там почти все аккорды Которые я встречал когда-либо в музыке Они там есть Может, конечно, там есть какие-то замороченные аккорды Можно самому придумать аккорды Но те, которые используются реально в музыке Я попробовал отразить вообще все Которые я когда-либо видел в этих таблицах То есть каждому Каждому вот этому арпеджио Будет еще список аккордов Которым вы можете применять вот это арпеджио В общем, я заморочился Собрал все в одно место То есть это можно искать по книжкам Там где-то, там где-то Но я все это пособрал Свой опыт еще использовал И в одно место поместил Именно такая мощная проработка арпеджио Это будет, соответственно, в нотном Дополнении к этому видео на бусте Поэтому проходите Не стесняйтесь И смотрите, пожалуйста Это очень полезно Вот Также Телеграм-канал у меня есть Я туда тоже иногда что-то выкладываю Какие-то тоже методические материалы Не методические, как сказать-то Какие-то тоже обучающие материалы Иногда выкладываю туда В Телеграм и ВКонтакте У меня есть тоже группа Поэтому не забывайте заходить и туда Все, дорогие друзья Надеюсь, было полезно это видео Арпеджио мощная тема Очень важная И вот эти арпеджио необходимы, конечно, сразу Чем быстрее вы это выучите Тем для вас это будет лучше Если вы хотите, конечно же, заниматься музыкой На этом все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok